Здравствуйте! В эфире программа «Смоленская площадь». В нашем регионе завершилась навигация, а это значит, что скоро водоемы покроются льдом. И об итогах навигации, и о том, почему не стоит выходить на неокрепший лед, мы поговорим с начальником отдела безопасности людей на водных объектах главного управления МЧС России по Смоленской области Юлией Ефимовой. Юлия, здравствуйте! Здравствуйте! Спасибо большое, что пришли к нам сегодня. Расскажите, пожалуйста, с какими итогами мы закрываем сезон навигации? Сколько происшествий, сколько пострадавших, если они есть? Да, в этом году произошло 27 происшествий, в результате которых погибло 26 человек. Если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года, то у нас есть тенденция снижения количества погибших, что, как мне, сотруднику ведомства, соответственно, очень радует. Единственное остается высокой – это детская гибель, но мы боремся с этим каждый год. Если говорить про навигацию, что понимается под этим словом? Навигация – это период использования маломерных судов для плавания на водных объектах Смоленской области. В этом году у нас навигация закрылась 12 ноября. Единственное, есть исключение, где установлен круглогодичный режим плавания. Это у нас Десногорское водохранилище и водохранилище Смоленской ГРЭС. Также хотелось говорить про правонарушения. Если в общем отличать навигацию, мы усиленно работаем в период навигации по выявлению правонарушителей. Так, в этом году у нас составлено 96 административных правонарушений, за которых накладывается значительно огромная сумма. Это порядка 500 тысяч за 96 правонарушений. Если сравнивать с другим периодом прошлого года, то это чуть меньше. То есть есть какая-то осознанность граждан, все-таки сумма эта достаточно внушительная за то или иное правонарушение. Вот по опыту этой навигации на что обратить внимание Смоленам в следующем году? Какие нарушения самые частые, проще говоря? Смотрите, в основном у нас правонарушения в чем заключается? Это у нас управление судном без прав, управление судном, если оно не зарегистрировано в установленном порядке, не прошедшим техническое освидетельствование и без жилетов. Это вот основные правонарушения, которые выявлены, в принципе, они выявляются из года в год одни и те же. Поэтому хотелось бы настоятельно рекомендовать все-таки, чтобы соблюдали все правила пользования маломерными судами, в установленный срок регистрировали лодки, проходили техосмотр и укомплектовали, соответственно, маломерное судно необходимым имуществом. А за этот сезон появились ли какие-то новые требования на законодательном уровне к тем, кто выходит на воду? Ну и давайте заодно вообще напомним, что обязательно должно быть на маломерном судне, чтобы все правила были соблюдены. В первую очередь я хотела бы сказать про безопасность на судне, потому что не исключается аварий с маломерными судами. У нас в субъекте они не зарегистрированы, слава богу. Но в первую очередь говорю про безопасность, потому что это все-таки личная жизнь каждого и своя собственная прежде всего. В первую очередь, конечно же, одевать жилеты. Это даже если вы умеете плавать, это вас прежде очередь обезопасит от того или иного случая. И вы будете, по крайней мере, уверены в том, если вдруг что-то произойдет. Вторую очередь, конечно же, вы должны иметь при себе документы. Либо на это маломерное судно, либо какая-то заверенная копия судового билета. Ну и, конечно же, соблюдать, скажем так, технические особенности маломерного судна. То есть вы должны за ним ухаживать, да, как я обычно говорю. Все-таки это ваша собственная жизнь в ваших же руках. Никаких новых требований, я так понимаю, на законодательном уровне нет. Нет никаких, абсолютно. Как из года были все те требования, определяющие безопасность в первую очередь, так они и остались. Хорошо, что в навигации намечается тенденция на снижение и количества нарушений, и меньше пострадавших. Это очень хорошо. Будем надеяться, что так и будет оставаться. И, может быть, еще быстрее это количество будет снижаться. Но если закрылась навигация, это значит, что скоро водоемы покроются льдом. Это наша очередная уже такая традиционная проблема. Как сейчас сотрудники МЧС готовятся к этому сезону, и что делается для профилактики выхода на лед? Согласна. В нашем ведомстве один период изменяется другим. Купальный сезон, навигация. И вот, конечно же, период становления льда. Этот период, как и весенний период, очень опасный, потому что, несмотря на то, что температура льда может стоять там минус 10 градусов, это не означает, что лед прямо взял и стал безопасным для перехода человека. В первую очередь, обращать на температурный режим. Если он продержался больше недели от минус 10, и нише, скажем так, опустился термометр, то уже можно для одиночного хождения по водоему использовать этот водоем. Но, опять же, смотря какой водоем вы выбираете. Если это озеро, то, соответственно, оно более быстрее замерзает. Если же это речка, то течение не дает быстро образоваться льду. И, соответственно, реки — это самый последний момент, куда нужно становиться при выборе зимней рыбалки. Как у нас говорят, ударил ногой, проверил лед. Абсолютно это небезопасное правило. В первую очередь, нужно брать с собой пешню. Если пешни как таковой нету, профессионально, берите просто палку и перед собой пробивайте лед. Если услышите потрескивание, то, соответственно, туда уже ступать нельзя. Если потрескивание эти услышали, нужно обязательно возвращаться обратно к берегу скользящими шагами по тому же пути, к которому и вернулись. Это прямо инструкция для рыбаков такая. Вы уже ответили на один из моих будущих вопросов. А если говорить о работе именно МЧС, как сейчас проводится профилактика вот этого всего? Да, я поняла вас. Смотрите, в первую очередь профилактика нацелена на детскую безопасность. Это, конечно же, наши профилактические мероприятия в школах. Наши государственные инспектора по маломерным судам еженедельно проводят лекции, профилактические беседы, а также показывают различные средства спасения. Это конец Александрова, круги, которые помогут в той или иной ситуации спасти, скажем, либо спасти другого человека. Также наши госинспектора проводят профилактические патрулирования по водным объектам, беседуют с рыбаками, разъясняют, опять же, как вы уже сказали, инструкции по безопасному использованию и времяпрепровождению рыбака на рыбалке в поисках той заветной своей рыбы. — Каждый год мы рассказываем об этом зрителям. Давайте еще раз, чтобы было точное понимание. Что ощущает человек, который провалился под лед? Какой это стресс для тела? Как его утягивает вниз? Почему этого ни в коем случае нельзя допускать? — Человек, находясь в холодной, заметьте, воде, да, если температура воды уже меньше, там, 2-3 градусов, минус, то человек, в принципе, может умереть за 5-8 минут от перехлаждения, в первую очередь, даже не от того, что он может прям утонуть, а от того, что он находится в этой холодной воде. Конечно же, испытывает стресс. Паника — это самое первое, наверное, чувство, которое может испытать, потому что человек находится, скорее всего, впервые в данной, может, ситуации, его может поглотить эта паника, и он просто не сможет справиться со своими эмоциями и чувствами, что в первую очередь нужно задуматься о том, как самого себя спасти. Ну, соответственно, это будет, возможно, даже какие-то судороги в ногах. Все-таки холодная вода — это вдвойне стресс, несмотря на то, что человек уже провалился в воду, ему нужна какая-то помощь. Ну, если это произошло, очень надеюсь, что никому из смолян эта инструкция не понадобится, но если вдруг это случилось, что делать, как подавить панику, как выбраться, кого звать, за что хвататься, расскажите, пожалуйста. Ну, в первую очередь, как говорю, не паниковать. Во-первых, нужно взять себя в руки, потому что кроме себя, да, если вы один на рыбалке, никто вам не поможет. Конечно же, расставить широко руки, чтобы была площадь опоры, на что вы могли опереться при, скажем так, перекатывании, да, из воды именно на лед. Если на вас, конечно же, есть какая-то одежда, да, например, на зимнюю рыбалку выходит там в бушлатах, да, в достаточно теплой одежде, то, соответственно, если это возможно, то, конечно, лучше снять, потому что эта одежда намокает, она, наоборот, будет тянуть это вниз. И это огромный груз, который не позволит, да, выбраться на лед. Ну, и, конечно же, если есть, увидите, да, там какие-то люди там рядом с вами, конечно же, кричать, помогите, спасите, потому что тяжеловато выбраться, конечно, самому, даже если, я говорю, как опираться, да, да, раскинув руки, попробовать как-то перекатами, да, на лед, но ни в коем случае, если даже вот вы выбрались, обязательно не нужно вставать, только катиться до берега. И, по крайней мере, если там другой человек, да, есть, который может вам помочь, ему не подходить близко к вам, лучше дать какое-то подручное средство, чтобы он мог схватиться за это средство, да, там палка, шарф, чтобы не давать ту нагрузку на лед, которую дают два непосредственного человека, все-таки, чтобы избежать уже, по крайней мере, второго, да, опрокидывания в воду. Когда человек выбрался из ледяной воды, что дальше? Как ему обогреваться, куда обращаться? Ну, в первую очередь, ни в коем случае не надо пить спиртное. Это лучше делать согревающие чаи, потому что алкоголь действует на организм не в ту сторону, в положительную, в которую непосредственно вы должны соображать. Вы все-таки выбрались, вам нужно согреться. В первую очередь, это снять себе одежду, если нет возможности переодеться, выжать ее, да, и обратно ее одеть, и добраться до, по крайней мере, теплого места, где можно обогреться, выпить горячего чаю. Насколько я знаю, повысить шансы на выживание в такой ситуации могут и подручные средства. Расскажите, пожалуйста, о таких, можно сказать, хитростях, как рыбаку, например, обезопасить себя. Да, это не обязательно будут средства спасения, которые были куплены в магазине, да, как я уже говорила, спасалки, либо пешня. Опять же, если идете на лед, пробивая лед ни ногой, ни пешней, то это может быть палка, любая подручная, да, которую можно найти по пути на рыбалку. Если же вы провалились, да, под лед, у вас нету каких-то спасательных средств, да, вы можете с собой брать это самодельные средства. Что это может быть? Это взять два гвоздя, перемотать их веревкой, соответственно, повесить их на шею, и в случае, если вы провалились, да, вы можете вколоть, да, два гвоздя в лед и этим помочь себе выбраться из этого. Ну и также можно использовать это бутылки, да, если вдруг вы провалились и спасательного жилета до вас нету, что поможет держаться вам на воде? Это в первую очередь берете эти бутылки, подпихиваете под свою одежду, и это пользуется, кстати, очень большим спросом, потому что, ну, дешево и сердито, скажем так, да, и поможет вам держаться, да, вы будете не держаться ни за лед, а сама бутылки под одеждой могут вас держать как поплавок, скажем так. Вещи полезные рыбакам, которые любят зимнюю рыбалку, рекомендуем иметь при себе, но будем надеяться, что никому в этом сезоне не понадобится всеми этими инструкциями пользоваться. Пускай все пройдет спокойно. Я тоже так думаю. Спасибо. Вам спасибо большое. До свидания. До свидания.